А это гравюра, пожалуй, самое-самое известное изображение блудницы Вавилонской, которое попадалось на глаза всем, кто даже совершенно не интересовался этой темой. Это гравюра, иллюстрация из Библии Мартина Лютера, когда он издал книгу, впервые приведенную на немецкий язык, не на латынь, непонятную для простого народа, доступную только избранным, а на простой, доступный немецкий язык. Лютер сам занимался тем, чтобы подробно проработать программу для этих иллюстраций, чтобы простые люди поняли, что же именно изображено. И вот это хрестоматийное изображение блудницы Вавилонской, она сидит, как вы видите, в красном платье, украшенной золотой вышивкой, она сидит верхом над драконем, на голове, а на голове у нее самой высокая шапка. Это папская тиара, шапка типа короны, которую носил Папа Римский. Поскольку Мартин Лютер был противником католической веры, то в этой гравюре он намекал прямым текстом, не намекал, а прямо указывал о том, что блудница Вавилонская – это и есть современный Рим, современные понтифики Папы Римские, что вот они такие же блудудеятели и развратники, как тот Рим, который описывал апостол Иоанн. И если выглядеться, под ногами у дракона течет большая речка, это те самые воды, которые появляются в начале этой главы. Перед драконом, перед блудницей склоняются люди, одетые в богатые одеяния. Это цари земные, которые поклоняются вот этой вот греховной царице, греховной блудницы, не зная, что они совершают великую ошибку.